Фарансовая тень, она всегда очень продолжительная. И во все времена художники не обходили этот корень, который так притягательный для людей. Химкинская картинная галерея имени Сергея Горшина после трех с половиной месяцев простоя возобновила работу. Новый сезон сотрудники музея открыли выставкой цветов «Причудливый узор». Гости смогли познакомиться с произведениями графики. Это разновидность искусства, где изображение создается преимущественно с помощью линий, штриховки и пятен. На выставке представлены так называемые эстампы – произведения, выполненные в виде литографии или гравюр на дереве, металле, пластике, линолеуме или картоне. Чаще всего мастера советской графики второй половины 20 века изображали цветы. Именно такие картины нередко украшали советские квартиры полвека назад. Основная часть этих работ создана в 60-е годы во время так называемой оттепели. Мы с вами помним, как люди из хроник и те, кто старше поколения, помнят, как мы переезжали в новые дома, которые были лаконичны. И мебель в этих интерьерах была очень лаконичной. И вот тогда большое значение приобрела печатная графика. Для украшения домов было создано большое количество эстампов. И, конечно, эстампы, на которых были изображены цветы, очень радовали зрителей. Помимо натюрмортов советские графики изображали сюжеты сказок, свадьбы, жизнь и быт деревень и маленьких старинных городов. Огромная благодарность сотрудникам Горшинской галереи за возможность вернуться в прежнюю жизнь, окунуться в мир искусства. Интересна именно техника выполнения данных работ. Анна Викторовна объяснила, как это все было исполнено. Вместе с открытием музея администрация галереи продолжает следить за безопасностью и здоровьем гостей. Посещать выставку можно только в маске, а после экскурсии сотрудники проводят санобработку помещения. Записаться на экскурсию в Химкинскую картинную галерею имени Горшина можно по телефону.